Это водоподготовка для твоей системы? Для дома нам целиком. Или только для бассейна. Для бассейна мы из лужи пьем. Привет, друзья! Вы смотрите очередной выпуск «В гостях у сказки». Сегодня покажу несколько обалденных, просто фантастических банок с рыбой. Это пресноводные банки. Сейчас по порядку все постараюсь вам показать. А сколько тут? Литров 500, наверное, да? 600? Да. Да, банка 650 литров. Тут, я так понимаю, внешняя фильтрация. JBL Crystal Profi стоит. И тут еще какой-то этот самый Tetra Tech. В общем, три таких довольно серьезных фильтра. И любимая тема. Фитофильтр. Вот это я знаю за миокулькас называется. Прикольная травка. Он нормально живет, да, в этой воде? Вроде да. Нравится. Даже новые стрички. Оно потому что, это же вроде как пустынное растение африканское. У меня дождь дома сидит, но правда в горшке. Классик. Как фильтры тетрады в бедре. Да, 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 да. Нам почему-то как-то более... А безопасится. У них, да. Ну, у них текут эти, вот эти краны, бинокль тут течет. И экраны текут, из-под башки текут. Он постоянно течет у меня там просто... Какой-то производитель, не помню каких фильтров, по-моему, джеба, сразу комплектует тазиком из коробки. Прямо, да, прям с завода. Азиатская рована, обалденного размера, красивая. Я был в Волоколамске, где-то там какой-то питомник зоопарков. Там, ну, это правда давно, было лет 5 или 6 назад. Там парень разводил скатов. У него стояли такие детские бассейны надувные, пластиковые. Ну, не надувные, вот летом. Каркасные, наверное. Каркасные, да. Вот, и у него там гнезда прям сидели, он продавал, разводил. Мы как раз ездили за малышами к нему. Ты снимешь щуп? Щуп, да, конечно, обязательно снимем. Не, ну вот эти скаты тоже ты, если узнаешь, сколько они стоят, ты поперхнешься. Прямо, ну, нет, далеко не 20. Что он там, высиживает? Ага, приколюха. Слушай, ну, гигантского размера тетрадон какой-то. Я даже морских таких не видел. Офигеть. Ну, молодой, ему 2 года, кстати, всего. Покупал я ее, он с морочком был, там, сантиметров, 12, наверное, 10 даже. Покупал, кстати, у Мишени Гелин. И все время он жил в этой банке? Да. Попробуй вот сюда пересадить. Ой, смотри, монодактилы у тебя еще сидят. Да, там монодактилы. Еще у меня серебряные были, но они в плеснике, как оказалось, вообще не живут. Ага, а тут у тебя пресная вода? Да. Потому что, ну, вот метиниса нет, конечно, а и брызгуны, и монодактилы, и эта тварь, они должны соленость держать до 10, это точно. Нет, тетрадону тут соль не нужна, это пресноводная рыба, чисто пресноводная. Круто, огромный. У меня на объекте живет дуадон, это родственники тетрадонов. Вылетел из головы черноточечный аратрон, называется он. Это морская рыба. Вот такого размера, он, как будто, знаешь, такой шар, на жопу похожий, у него спереди клюв такой, два глаза, и сзади хвост торчит. Вот, тот надувается, тот, когда там или товарищей пугает, у него там какая-то мелочевка еще живет, он надувается. Из воды, когда достаешь, тоже дуется. Нет, если из воды достать, он тоже надуется, потому что для них это очень вредно. Фильтр. Смотри, какая монстра. Красивая, да. Прямо с нуля, да, выросла? Офигеть. Слушай, хватает света. Как на первом этаже он был больше, подрезали, переделывали. После переделки что-то у нас особо не хочет растить. Слушай, вот не сломают они стелку? Опираются же. Они же маста какая-то. Завалятся. Но если сломают, то это будет трагедия. Да. А, у тебя подъедет будет, а он оторвался. Слушай, как будто пластмассовое. Так оно пластмассовое. Слушайте, ну мы в гостях еще до сих пор у той же самой сказки. И вот сейчас вам еще покажу ништяков. Какая же красивая. Другая хрень какая-то с глазом. Сейчас можно попробовать ее покормить. Может, возьму не понравится. Сам зубы. Да, охереть можно. Да, тогда красивейшая рыба. Красивейшая. Надо же позинуть. Дай пожрать. Здравствуйте. Но там скату подлетает все так нормально. Смотри, он прямо там на течении встал и это самое собирает. Само залетает. Ой, цвет какой у меня. Она сделана из стали. А тут вот необычная такая компоновка. Тут получается и дисплей, и сам все в одном корпусе сделано. Мешочки, механика. Чего тебя чуть не съели там? А что ты? Мне не понравилось. Ой. Нифига себе. Она на тебя напала или где? Плюнула мне. Красава. Щука. Смотри, сейчас она тебя тоже просит. Нет, она меня рыбы любит. Мне кажется, она на какой-то древний животный. Ну, как она. Ну, это, конечно, они живут. Да, 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 да. Да? Ну, так они, эти самые панцирные щуки, они и есть древние. А, это панцирные? Ага. Ихтил какой-то. Ихтил, да? Ох, красавица. Опа. Ну, давай ее не будем стремать, а то она сейчас убьется. А вот он десятиходы стоит, да? Чего там? Синхронно там идет. В моем предстоятах. В район даже. Ну, ты не увидишь. А, да, наверное, да, тут отсвечивает и не увижу. Ну, вообще шикарно. А вот еще щук. Какой? Такой же? Да. У меня даже пересвет идет на рыбах. Да, да, такая же история. Но у меня-то есть экспо-коррекция. Тут везде, глядите, проток устроено. Потому что, как в таком количестве, сколько это менять воды, вручную, наверное, нереально просто. Боцы. Ползет, ползет. Со мной рыба ползет знакомец. С волосатыми губниками. Ноги, ноги. Ой, слушай, он на меня напал. И тут скаты гурами какой-то обалденного размера тоже плавают. Практоцефалуст мелкий. Ой, да что ж ты творишь-то? Вот это да. Нет у него настроения ничего. Ага. Офигеть можно просто. Ой, он прям насаживается на него-то, посмотри. Ну, наверное, да, это просто луна не в той фазе. Как они называются эти самые? Батракус. Все, он съел. Обалдеть. Есть точно Батракус? Это родовое название Батракус? Апистахисус Батракус. Просто, да, просто есть Клариус Батракус, такая на корову похожая тварь. Он белый, с коричневыми пятнами. Ой, у него так пузо разнесло. Знаешь, как из кинофильма про зомби-апокалипсис. Вы побывали в гостях у гигантской сказки. Ставьте лайк обязательно, иначе мы вам больше ничего такого не покажем. До встречи в новых видосах. Пока. Бой нас ночес.